МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Безопасные и качественные. В Бресенском районе идет ремонт межрайонной дороги. Особые требования. Специальная комиссия проверила готовность школ к новому учебному году. Победа, которая ковалась в тылу. В следующем году отмечается 80 лет со дня строительства сурского рубежа. За две недели страды убраны 10% запланированного урожая. Эти цифры были озвучены на еженедельном совещании в Доме правительства. За день на полях республики убирают более 2,5 тысяч гектаров. Общая же площадь 290 тысяч. Лидер Яльчикский район. Сейчас на уборке зерновых и зернобобовых культур задействовано 408 зерноуборочных комбайнов. За день на полях республики убирают более 2,5 тысяч гектаров. Общая же площадь 290 тысяч. Лидер Яльчикский район. А в трех районах республики уже начали собирать картофель. Пока урожайность отмечается на 14% ниже, чем годы брания. Все-таки после этих дождей, позднее спелые сорта готовили. Надеемся, что вес немного наберут. Урожайность станет выше. В целом, как отметил Сергей Артамонов, складывающиеся погодные условия не должны сильно повлиять на дальнейшую уборку. Еще одна тема совещания – предварительные итоги единого государственного экзамена. 72 выпускника получили максимальные оценки по различным предметам. Больше всего стубальников по русскому – 30. Также отличных результатов школьники добились на экзаменах по химии, математике, биологии и информатике. А с 3 по 8 августа проходит дополнительный период сдачи ЕГЭ. Обсудили и возможность проведения мероприятий, посвященных 100-летию автономии, которые были запланированы в рамках Дня города Чебоксары. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации большинство из них пришлось либо отменить, либо провести в онлайн-формате. Так, фестиваль «Берег классики» решено провести через год, а форумы «Гостеприимная Чуваша» и «Русь мастеровая» перевести в онлайн. В традиционном формате пройдут официальные мероприятия – честование почетного гражданина столицы и награждение чебоксарцев медалями и знаками отличия. Одним из ярких проектов был театр под открытым небом от Нарспи до современности. Его мы планировали сделать впервые и в перспективе, в последующем. Этот проект, безусловно, станет традицией. Это наше национальное достояние поэма Константина Иванова Нарспи. Поэтому наше предложение все-таки его провести в этом году без приглашения зрителей. Возможно, только по пригласительным с учетом всех требований. Но записать этот проект и театр в сквере Константина Иванова на телевидении на национальном и в праздничную неделю сделать презентацию и попробовать вот эту новую форму продвижения нашего национального достояния. Возможно, некоторые из запланированных мероприятий пройдут и в муниципалитетах Чувашии. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Как пример, сегодня специальная комиссия проверила, насколько готова к началу учебного года столичная гимназия номер один. Напомним, особое внимание уделено соблюдению ограничительных мер в непростой эпидемиологической обстановке. В составе комиссии представители администрации города, управления МВД, МЧС и ПОЖНОДЗОРа. Всего им предстоит проверить 188 объектов. В этом году количество оценочных критериев стало больше. К обычным антитеррористическая защищенность, противопожарная безопасность добавились и санитарно-эпидемиологические. Питание школьников будет обеспечено таким образом, чтобы потоки не пересекались, они, соответственно, могли проводить прием пищи в разное время. Ну и сами уроки будут проводиться в одном кабинете, который будет постоянно проветриваться во время перемен. Специалисты прогнозируют осенью возможность второй волны коронавирусной инфекции. Поэтому весь педагогический состав школы прошел курсы повышения квалификации по профилактике вирусных инфекций. Для этого нового учебного года мы, во-первых, приобрели рециркуляторы, облучатели закрытого типа, для того, чтобы их можно было размещать в фойе и в рекреациях нашей школы, для того, чтобы происходило обеззараживание. Кроме того, закуплены дезинфицирующие средства. Для сотрудников мы приобрели маски, перчатки. Решение комиссии однозначное. Образовательное учреждение готово к новому учебному году. Инесса Потапова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии подтверждены 35 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Минздрава Республики, с начала года коронавирусной инфекцией заболели 6 846 человек. За последние сутки выздоровели 65 человек. Такое же количество пациентов выписали вчера. Общее число переболевших коронавирусом более 3900 человек. Болеет в данный момент 2868 жителей Чувашии. Всего с начала года скончались 56 человек. Дорогой Ибриси-Березовка сегодня пользуются лишь жители нескольких деревень. Но уже через несколько лет она должна соединиться с дорогой соседнего Порецкого района. А оттуда выйти на Нижний Новгород. Реконструкция дороги ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструкцию этой дороги жители ждали давно. Ее построили 35 лет назад. Капитального ремонта не было ни разу. Во что она превратилась за это долгое время, можно только представить. Все ждали этого ремонта. Все очень ждали. Не знаю, у нас тема самая проблема была именно в дорогах. Потому что даже такси сюда не хотели ходить. То есть, если мы на автобус опаздывали, там даже за тысячу рублей, нет, 20 километров, за тысячу рублей даже мы не поедем, говорили. Потому что там ремонт дороже обойдется. О плохом состоянии этого участка жители говорили на всех собраниях. Не раз обращались в администрацию района и республики. Размещали ролики в интернете. Дорожная техника здесь появилась в прошлом году. Из поселка Ибреси в Березовку чуть больше 20 километров. На этом пути расположены еще 4 деревни. В прошлом году отремонтировали участок, проходящий через Березовку. В этом году строители должны сдать еще 7 километров. В следующем должны завершить первый этап. Это 14 километров дороги. И провести аукцион на оставшиеся 10 километров до Ибреси. Со стороны Березовки ее продлят до Кудейхи, Парецкого района. Это еще 3,5 километра. Сейчас два района не соединены дорогой. Поэтому строителям придется вырубать лес. Общий объем финансирования первого этапа – 382 миллиона рублей. Работу проводит строительная фирма из Чебоксар. В качестве дорожных рабочих привлекли местных жителей. Асфальт привозим в свой асфальтобетонный завод. Мы сейчас по требованиям всех обязали приобрести новые, более современные асфальтобетонные заводы. Это влияет на качество автомобильных дорог, которые строятся. В этом году уже положили 5 километров нижнего слоя и уже 3,5 – верхнего слоя. Конечно, дорожная техника мешает проезжающим машинам. Но, по словам строителей, чаще останавливаются и благодарят. Беспокоит жителей только то, что ремонт затянули на несколько лет. Работы, запланированные на этот год, обещают завершить в течение недели. Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика. К приему образцов на исследование приступил филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Чебоксар. Напомним, о необходимости его создания говорили на встрече в Рео главы Чувашии и представители российского ведомства. В подобных учреждениях очень большая востребованность. Владельцы сельскохозяйственных предприятий, жители, нередко нуждаются в диагностике болезней животных, птиц, рыб и пчел. Часто есть потребность проверить качество пищевой продукции, сырья различного происхождения. Проверки на те или иные характеристики подвергаются почва, вода, растения, семена и комбикорма. Но раньше большинство образцов направляли на исследования в соседние регионы – Республику Татарстан, Самару и Нижний Новгород. Понятно, что это дополнительные временные и финансовые затраты. Теперь все изменилось. Безусловно, это создаст определенное удобство для сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики, для простых граждан, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как сократятся и транспортные расходы, и время доставки, и останется время для более углубленных исследований представленных образцов, как и животноводческой продукции, так и продукции растительного происхождения. Разумеется, функции филиала намного шире. Здесь ведется большая научно-исследовательская работа. Помимо проведения лабораторных исследований, на филиал возложена задача по разработке и внедрению системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе принципов ХАСП, организации дополнительного профессионального образования. Еще один аспект работы – восстановление нарушенного плодородия почв. В случае установления превышения тяжелых металлов и нитратов выше предельных допустимых концентраций, управлением, помимо административных штрафов, про обладатель земельный участок необходимо провести мероприятие по восстановлению данного земельного участка и приведение в состояние пригодное для дальнейшего использования. Для этого необходимо им провести рекультивацию. Для восстановления природного равновесия специалисты составляют целый перечень необходимых работ с указанием видов сроков этапности. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Одна из рабочих площадок стройтреста номер 3 стала местом празднования Дня строителей. Он отмечается во второе воскресенье августа. С рабочими встретился в Рио главы Чувашской Республики Олег Николаев. Строительный трест номер 3 – один из крупнейших в Республике. Здесь трудятся свыше 500 квалифицированных специалистов. Многие из них получили сегодня награды. Заслуженным строителем Чувашии стала штукатур Елена Никитина. И желаю всем, молодежи, чтобы полюбили эту профессию и получали тоже такие же большие награды, как я, и добивались самых больших высот. В 2019 году компания активно участвовала в реализации национального проекта «Демография». За короткие сроки были построены и введены в эксплуатацию два детских сада – в городе Канаш на 240 мест и в столичном микрорайоне Новый город на 250 мест. Программ у нас действительно сейчас очень много. Они все направлены на развитие наших городов, наших микрорайонов. И поэтому есть программы по строительству школ, есть программы по строительству жилья и стимулированию строительства жилья. В этих программах мы тоже участвуем. За семь месяцев текущего года введено в эксплуатацию 17700 квадратных метров жилья. Построено 317 квартир. В настоящее время трест застройщик микрорайона «Новая Богданка». Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, житель Цивильского района Василий Капитонович Капитонов. В 40-е годы Василий Капитонов служил в авиационной части на границе. Война застала его на Западной Украине. Ветеран помнит по сей день, как шли в атаку, как гибли его товарищи. Домой Василий Капитонович вернулся с орденом Отечественной войны второй степени. С медалью за отвагу и наградами за взятие Вены и Будапешта. В свой сотый день рождения ветеран войны получил поздравление от Владимира Путина, который в письменном обращении поблагодарил его за героизм, проявленный в годы войны, за трудовые достижения. Строительство сурского оборонительного рубежа и казанского обвода в самом начале Великой Отечественной войны – это трудовой подвиг жителей республики. И еще одна героическая страница истории – о победе, которая ковалась в тылу в нашем сюжете. Эти живописные места хранят память чувашского народа. Именно здесь в 1941 году началась масштабная мобилизация населения. Призывались в основном на строительство оборонительного рубежа «Женщины, старики и дети». И каждый день более 100 тысяч человек работали в неимоверно тяжелых условиях. На протяжении трех месяцев люди копали траншеи, строили дзоты и блиндажи. Конечно, время зарубцевало прошлое, но кое-какие фрагменты можно и сейчас увидеть с Ильиной горы. Видите, там зеленая такая трава идет прямо вдоль берега, там была траншея. В лесу еще была батальонная система обороны, то есть на отрезке 10 километров примерно, так скажем, и глубиной 5 километров. Здесь стояли пушки, блиндажи, землянки и так далее. Тогда строительство рубежа называлось народе «идти на окопы». Если на фронт ушли более 200 тысяч человек, то на строительство оборонительных рубежей мобилизовали 170 тысяч. 80% из них – женщины. Не зря говорят, у войны женское лицо. И мы понимаем, что на самом деле мужчины ушли все на фронт, и основные тяготы тех лет легли на плечи детей и женщин. Нам очень хочется, чтобы эта история осталась в памяти и в наследии истории чувашского народа. Оборонительные линии строились вручную. Работать приходилось в любую погоду. Враг стоял у стен Москвы. Берег кишел людьми. Слякоть, дождь, снег, 40-45 градусные морозы. Тут люди грызались в прямом смысле в эту землю. Норма выработки была выполнена на человека примерно полтора кубометра земли. Это мороз. Клиньями выбивали, ломом. Один лом на 10 человек. Местные жители вспоминают рассказы своих близких и родных, очевидцев этого события. В каждом доме жили работники. По 10-12 человек. Это Сальковский район. Еще откуда-то были люди. Много было. Накопали. 90% забывают. Сейчас спроси кого-нибудь, чего-нибудь. Не знают ничего. И в школах плохо обучают этому делу. Кстати, столичные школьники готовят необычный путеводитель по местам трудовой славы. Поисковые отряды, которые существуют в наших школах, а их 13 штук, они получили задание в летний период провести полевые экспедиции, изучить те районы, в которых проходили эти оборонительные рубежи, определить место для раскопок на следующий год. Ну и самое главное, собрать воспоминания очевидцев и участников тех событий, для того, чтобы затем это опубликовать в виде книги. Есть задумка о том, чтобы создать электронные приложения. Вот этот архив, банк данных, он, конечно же, создаст более объемную информацию. В следующем году исполнится 80 лет с этой важной исторической даты. Указом в Рио главы Чувашской республики он объявлен годом трудовой доблести строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Представительница Чувашии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова завоевала бронзовую медаль московского полумарафона. Всего в забегах участвовало порядка 17 тысяч поклонников бега. Дистанцию в 21 километр и 100 метров подопечная заслуженного тренера страны Михаила Кузнецова преодолела за 1 час 12 минут. Еще одна наша землячка, опытная бегунья Алина Прокопьева, финишировала с пятым результатом, повторив свой лучший результат на данной дистанции. Победительницей стала чемпионка Европы в помещении Елена Коробкина. Она установила рекорд московского полумарафона у женщин, пробежав дистанцию за 1 час 10 минут 29 секунд. Учеба и конкурс бизнес-планов. В Чувашии сегодня стартовала федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», где начинающих и опытных бизнес-леди бесплатно обучаются сдавать и вести собственное дело. Какие идеи собираются воплощать в жизнь мамы-предпринимателей, вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Я как мама реализовалась уже, а вот как предприниматель еще хочу реализоваться. У каждой мамы в голове уже есть идея своего бизнеса. Она описана в заявке на участие в образовательной программе. Экспертная комиссия из 90 отобрала 35 самых перспективных. Появилась такая идея создать такой учебный центр, в котором путем различных практик, путем осознанного утра, путем визуализации, медитации, различных других практик мы будем обучать своих детей жить так, как они хотят. У меня свой логический кабинет, я занимаюсь там с детками, но только недавно начала, оформилась как самозанятая. И вот думаю или открывать ИП, или оставаться на уровне самозанятой. Я работаю там одна, и поэтому с утра до вечера я постоянно там. А хочется больше времени делать детям. Поэтому, собственно, я пришла к тому, что нужно что-то делать. С организацией детского обучения и досуга связано более 30% проектов. Чуть меньше мамы ориентируются на изготовление одежды, услуги в сфере арт-индустрии и образования. В потоке этого года есть и маркетинг-идеи, и даже инициативы по созданию собственных мобильных и компьютерных игр. Первые три дня девочки обрабатывают, докручивают свою идею. И с точки зрения маркетинга, и с точки зрения продаж, с точки зрения взаимодействия и работы с конкурентами. На четвертый день мы плавно переходим над проработкой бизнес-плана, обкаткой. И уже в пятницу будет защита проектов. Тогда же объявят имя победительницы. Грант для стартапов 100 тысяч получит лишь одна с самым тщательно продуманным планом бизнеса. В прошлом году девушка открыла гончарную мастерскую. Она стала победителем этого проекта. Сегодня мы поддерживаем ее другими формами поддержки. «Центр мой бизнес» – это и доступное финансирование, и участие в выставках, и консультации различные. Сегодня это достаточно успешный бизнес. Они уже начали первые продажи. В Чувашии проект «Мама предпринимателей» реализуется третий год при поддержке Центра «Мой бизнес», Республиканского бизнес-инкубатора и корпорации МСП. На тренингах пятидневного интенсива у мамы в декрете и мамы, у кого есть несовершеннолетние дети, налаживают деловые связи, прокачивают личные качества и прорабатывают свои бизнес-идеи. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.